Всем привет, друзья! Сегодня будет очень интересное видео, как определить качество сотов. Пригодные ли соты, старые ли, или среднего качества, или молодые. Будет зачитано несколько вопросов, кажется 4, и я покажу вам на самом деле сотовые рамки, чтобы вы могли оценить их. Итак, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем читать вопросы из журналов 1963 года. Первый журнал, третий журнал, девятый журнал из 1961 года и двенадцатый журнал. Все журналы пчеловодства старые. Ну, они действительные вопросы и в настоящее время. Итак, друзья, послушаем, как задавали здесь вопросы. Вопрос. 18 апреля я обнаружил в одной семье свежеотстроенный сот. Мне неясно, как пчелы могли построить сот, когда нет ни молодых пчел в семье, ни взятка. Ответ. Следует различать календарный и физиологический возраст пчелы. Календарный – это число прожитых ею дней, а физиологический возраст определяется состоянием организма пчелы, то есть здоровья. Если пчела осенью не участвует в кормлении личинок, то она сохраняет эту способность к весне, и у нее развиваются железы, выделяющие молочко. Такая пчела весной будет физиологически молодой, хотя она уже прожила несколько месяцев. Вот такие пчелы и могут весной выделять воск. Что касается взятка, то семья, несомненно, его имела, так как без этого обычно не бывает выделения воска. Пчелы могли где-либо обнаружить источник взятка или приносить мед из разворового уля. Возможно, также участие семьи в тихом воровстве, которое вы не заметили. То есть семья отстроила вощину, когда была поставлена вощина, и оттянули сотик свеженький. Вот. Читаем дальше. Следующий. Сколько лет целесообразно держать в гнездах соты для вывода расплода? Вопрос весьма интересный. Как я сказал, какого качества соты, хорошего или плохого? Ответ. Соты, используемые для вывода расплода, со временем темнеют, ячейки в них уменьшаются, на поверхности накапливаются всевозможные бактерии, в том числе и вредные для пчел. Поэтому старые соты надо отбирать из гнезд, выбраковывать, а взамен ставить для отстройки новые рамки с искусственной вощиной. Ячейки вполне пригодны для вывода 10-12 поколений пчел. Время, за которое в соте выведется столько поколений, зависит от местоположения этого сота в гнезде. Если сот находится в середине гнезда, то в нем выводится 4-6 поколений за сезон. Такой сот станет старым через 2 года. Сот с краю гнезда может служить 3-4 года. Поэтому привык браковки сота ориентируется не на время его отстройки, а на его вид. Соты, ячейки которых совершенно не просвечиваются при просматривании на солнце, следует выбраковывать. Также выбраковывать, независимо от возраста, плохо отстроенные соты, с трутневыми ячейками, вытянутыми, искрывленными и так далее. Заменить соты в гнезде лучше всего весной, чтобы к осени в ячейках вывелось 2-3 поколения пчел. Такие соты теплее и лучше для зимы. Итак, друзья, вот такая вот весьма интересная информация. Еще я вам зачитаю весьма интересный вопросик, пару вопросиков, и покажу эти соты, как они выглядят. Как известно, пчелинный клей прополис обладает бактерицидным свойством, то есть вызывает гибель некоторых видов микроорганизмов. Пчелы обмазывают тонким слоем прополиса соты, рамки, стенки, уля, что должно передохранить гнездо от размножения микробов, вызывающих гнельцовые заболевания. Почему все же заболевают гнельцом пчелинные семьи? Вот такой интересный вопрос. Бактерии, вызывающие гнельцовые заболевания, как показали исследования Института пчеловодства, имеются в гнезде каждой семьи. Они находятся в ячейках сотов, в меде, в перге, на поверхности тела пчелы. Однако, пока семья сильная, снабжена полноценными кормами и выращивает сильно здоровых пчел, микроорганизмы находятся в подавленном состоянии, и семья остается здоровой. В неблагоприятных условиях семья ослабевает, пчелы в ней выводятся ослабленными, поэтому они теряют способность противостоять микробам, и семья заболевает. Прополис может ослабить действие болезнетворных микроорганизмов. На его присутствие недостаточно, чтобы предотвратить заболевания семьи. Хочу добавить к этому еще, почему я прочитал этот вопрос и ответ, эту тему. Потому что всякий раз, когда заболевает гнельцовое заболевание, стараются выбраковывать соты. А нас тут не напечатали по каким-то причинам, но я вам говорю, что эти соты более сильно заражены гнельцовыми микробами, микроорганизмами. И стараются их выбраковывать, то есть стараются поставить молодые соты, которые меньше имеют всяких микробов. И поэтому эти вопросы держите всегда на, так сказать, на первом месте. Сейчас еще одну статейку вам прочитаю. Как переставить сот с открытым расплодом из отводка в материнскую семью, а из нее в отводок поставить сот с печатным расплодом? Обе семьи находятся в разороженном улье-лежаке. Сначала открывают рамки отводка. Гнездо основной семьи должно быть закрыто. Выбирают рамку, ее тщательно осматривают, чтобы точно убедиться в отсутствии на ней матки. А точнее я делаю в таких случаях, перебираю все гнездо, нахожу матку, вот, и когда я эту матку нашел, я ее отставляю. И тогда выбираю ту рамку, которую мне нужно, вернее по ходу действия эту рамку я отставил. И сразу же где-то смотрю, которую я захотел. И потом начинаю, знаю, что матка у меня отставлена с рамкой, струсиваю или желательно смести, потому что при неопытном струсивании пчел выпадают и яйца. Нужно очень аккуратно струшивать. Читаем, что тут написано. Чтобы точно убедиться в отсутствии на ней матки, пчел стряхивают или сметают щеткой на рамки их же гнезда и на прилетную доску перед литком отводка. Этот литок обычно бывает с противоположной стороны от литка основной семьи. Затем рамки отводка закрывают, а гнездо основной семьи открывают. Вынув рамку, на ее место ставят подготовленную рамку из отводка. То есть она с открытыми яичками, расплодом. Почему это делается? Отводок слабенький, ему тяжело развивать кормление, летать меньше пчелы. Он сам по силе меньше. И поэтому, чтобы усилить этот отводок, загружают работой кормления основную семью. А от основной семьи забирают уже готовый расплод, который вот-вот выйдет или через некоторое время выйдет. Читаем дальше. Вынув рамку, на ее место ставят подготовленную рамку из отводка. Стряхивают пчел сота так же, как и в первом случае. То есть, когда вынимают рамку с запечатанным закрытым расплодом, аккуратненько можно струсить. Тут расплод не выпадет, потому что он закрытый. Затем снова открывают рамки отводка и в оставленное свободное место, откуда вытащили рамку, и поставляют вынутую из гнезда основной семьи. Таким образом, усиливается отвод. Так, это работа с сотами. Вот, с сотами работа, как говорится, на пасеке. Так, еще интересная статейка для работы с сотами. Называется так вопрос. Как сохранить к весне запасную сушь с перхой? Часто мне задают такие вопросы в комментариях. Я подобрал это тоже к работе с сотами. Это связано. Соты с перхой соберите в отдельно хорошо покрашенные корпуса или плотный ящик. Тщательно закройте сверху и снизу щели, замажьте замазкой. Заклейте полосками бумаги. Иными словами, сделайте так, чтобы соты были по возможности герметично изолированы от внешнего воздуха. Закрытые корпуса или ящики поставьте в помещение, где зимой температура держится не ниже нуля и не выше 8 градусов тепла. Для этого можно использовать зимовник или его тамбур, сухой погреб, холодную кладовую в жилом доме. Для лучшей сохранности перги, заполненной ею ячейки, сверху засыпьте сахарной пудрой. То есть, хочу вам сказать, тут сказано как бы неполноценно. Советую, кто хочет, сказано правильно, как поставить, но не сказано, когда собрать эти соты с пыльцой, с пергой. Особенно по весне пчелы приносят, жалуются пчеловоды, забивают пергой. И бывает осенью, что не успевают забить. Вот, полностью рамка забитая с двух сторон, тяжелая пергой. Куда ее девать? Они не знают. Ставьте отдельный корпус сверху наверх. А матка у вас должна сеять в первом корпусе. Ну, кто-то держит два корпуса засевом, а потом стоит разделить на решетка. Ставьте туда, где медовые рамки. Одну, две, три рамочки с пыльцой, с пергой, забитые, поставьте между медовыми. И медовые рамочки, как правило, если корпус на 10 рамок, их раздвигают на 9. И поэтому пчелы нарастят медовые соты больше и сверху зальют медом, зальют этим медом пыльцу. Эта пыльца будет загерметизирована и будет свободно у вас сохраняться, как тут написано, в тамбуре. Или еще, чтобы температура держалась не ниже нуля и не выше 8 градусов. Ну, это как в подвале, вот, или в копанке выкопанной, чтобы мороз туда не проникал. Или, если вы и так не сохранили, то тут рекомендуется сверху засыпать сахарной пудрой. Это тоже сахар является этим самым катализатором, который герметизирует. Итак, эти вопросы я вам прочитал, но сейчас я вам покажу весьма интересные, так сказать, соты, как они выглядят. Итак, вот это вот, смотрите, друзья, это свежеотстроенная, оттянутая, вот, она просвечивается, я вам на свет, если вы посмотрите, она просвечивается насквозь. Донышко светится, в ней ни разу не выводилась пчела. Вот такие вот наполовину оттянутые ячейки, это уже почти полностью оттянутая сторона, вот тут немножко сотик и здесь немножко, это тоже полно. Они годятся, вот, они обеззараженные, они чистые соты, вот, они годятся кругом, куда бы вы ее не поставили. Поставите вы ее под, как говорят, засев, будет работать, потому что она ни разу тут не сеялась. Поставите вы под мед, то же самое пойдет годится. Захотите вырезать с этой соты, ну, как сотовый мед, то есть угостить своих друзей. Если она будет залита, свободно вырезайте, потому что тут нету ни одного, так сказать, вывода пчел. И не осталось ни одной куколки, ну, то, что куколка обвертывалась, обычно она выращивает это самое, и после себя оставляет кожух. Итак, вот такая рамочка, вот такие рамочки, если пчелы оттянули у вас, вы можете вынимать, отставлять в сотохранилище, в ящик, где вы там храните, вот. И они у вас всегда должны быть в запасе. Отстроили, отставили, отстроили, отставили. Она ничем не засыпанная, ни пыльцой, вот, ничего тут нету, они только оттянули. Обычно по весне до половины оттягивают, пчелы вот такие рамочки вынимают и отставляют. И они потом, пчелы очень быстро с ними занимаются, очень быстро. Эта вот рамочка, уже пчелы в ней выводились многократно. Если посмотреть на свет, то здесь кое-где еще просвечивается. Кое-где просвечивается, но, вот, ну, 50% еще просвечивается. Эта рамочка годится по весне, по весне подставить, вот, ну, это на последний год еще она сгодится по весне. Чем она хороша? Пчелы, когда выводили, вот, если вы глянете, пчелы, когда выводили, она сплошная тут. Они подготовили все ячейки ровненькие, ровненькие, одинаковой глубины. И так как пчелы выводили, то матка не будет вам сеять там одна ячейка, вторая, третья. Она вас сплошничком засеет, она будет красиво смотреться. То же самое и с этой стороны. Чем она еще хороша? То есть, я говорю, в смысле, по состоянию сота. Не по состоянию его старости, а по состоянию сота. Все ячейки одна в одну пчелинные. Одна в одну пчелинную. Нету ни одного трутневого сотика, ни бугорка, ни посередине, ни дырочек. Она сплошная, она годится. Вот. Так что, друзья, вот такая вот сота, она еще последний год послужит. Где-то 50% просвечивается. Вот. И ее, как говорится, по весне очень матки любят сеять уже более затемненные соты. Если посмотрим еще соты, какие у меня есть, вот, чтобы убедиться, что это такое. Вот эта вот сота. То же самое на 50%. Это больше, чем на 50%. Она тоже на вид хорошая, потому что выводились в ней очень много пчел. Вот. Ну, такая сота уже готова к переплавке. Если там уже 20-30%. Вот. Ее можно уже обломать всю, поставить новую ващинку. Ну, если, как говорится, 30% и у вас ничего нет, то вы можете еще на один сезон ее оставить. Но лучше уже заменять, так сказать. Вот посмотрим еще вот такую соту. Эта сота тоже качественная. Вот тут осталось немножко расплода, который не вышел в свое время. Вот. Ну, чем эта сота характерна? Посмотрите, это пластик внутри. База пластиковая. Вот это они отстроили. Вот. Посередке они уже выводили расплод здесь. И здесь выводили расплод. Чем хороша это пластик и чем плох он? У него есть достоинства и недостатки. Пчеловоды, которые используют пластик под гнездо. Они более-менее подвержены опасности заражения разными болезнями. Потому что даже если вы соскоблите это, база эта осталась. И там остается эта чернота, чехлы, которые пчелы оставили. Вот. И возможности заражения остаются. Чем хороши те, когда вы ставите вощину натуральную, что вы заменяете все и база у вас получается чистейшая. Поэтому у меня есть эти. Я их не покупал. Мне взамен дали. И одного человека выручил, помог ему. Купил полностью соты. Просто помог, у него проблема была. И он не знал. А вообще в моей практике я стараюсь использовать только вот такие вощинку. Чистейшую вощинку ставлю. Вот еще посмотрим, что это такое. Вот это в этой соте выводилось один раз, так сказать. Это не пластик внутри, а пленка. Продается пленка. Ну, мне не нравятся эти пленки. Они очень плохо отстраивать. И потом вот тут сбоку получается такая ситуация, что они, ну так сказать, не хотят дальше строить. Вот это дырочки в этой. Это простая пленка по центру. Сверху небольшой слой воска. И с другой стороны ее пропускают между вольцами. Получается как бы вощина с пленкой внутри. Вот. Ну, я пробовал многократно. Очень плохо отстраивать. Хотя здесь они вот отстроили неплохо. Вот эту сторону один раз вывели. И здесь отстроили неплохо. Но при, так сказать, мне они не нравятся. Очень плохо даже может отслаиваться. Внутри вот эта середочка отслаивается. И при морозах, если, или еще что-то, середочка отслаивается. Поэтому я не рекомендую вам. Ни пластик не рекомендую. Ни пленку внутри. Рекомендую вам заниматься, ну, только натуральной вощиной. Ну, с чем хороша эта еще рамочка? Хотя она отстроена. И она просвечивается. Один раз вывелся тут расплод снизу. Если посмотреть, вот такое серенькое вот тут. Один раз расплод вывелся. И с этой стороны один раз расплод. То есть эта рамочка годится, если еще ее подставить. Вот. Под засев. Она пойдет. Итак, друзья, посмотрим, что еще нам тут предлагают. Вот эта вот рамочка здесь выводилася уже большее количество расплодов. Она сплошная тоже. Смотрите, что она не медовая, она гнездовая. Вот такие рамочки удобно подставлять под засев, чтобы вводился расплод. По весне, вот, когда вы делаете отводок, вы или расширяете гнездо, вот, ставите между печатным расплодом. Или на краю между рамочкой с пыльцой и с медом, вот, а здесь запечатанный расплод. И то вы краю поставили, у вас получилось расширение гнезда. С одной стороны, с другой. Матка моментально засевает это место, продолжает увеличиваться у вас расплодные рамочки. Итак, друзья, вот эта годится, потому что она просвечивается 100%. Здесь вывелось поколение 6, может быть. Еще 6 поколений вам придется, можно использовать это приблизительно еще один год. В центре гнезда она может поработать. Это вот так же вот пластиковая. Как я уже сказал, этот пластик внутри. Вот, пчелы тоже на ней выводятся. Можно использовать пластик, но, как говорится, потом он не годится, потому что первый год он используется хорошо. Просто пластиковые не годятся для гнездовых. И пчелы матки почему-то с трудом не хотят сеять в них. Ну, не знаю почему. Ну, бизнеса в Америке используют только пластик. Лень им просто наващивать. Пластик воткнул, прибил и все, он там стоит. Тут паз внутрь и здесь паз. Он в паз заходит, когда забиваешь, а то он там стоит. Вот. Что еще покажу? Вот это тоже еще на 6 выводков хватит на 1 сезон. Просвечивается насквозь. Ровненько, никаких бугорков. Да, вот хочу показать. Вот здесь с краешку немножко трутневых они пристроили. Но это незначительно, трутневых немножко бывает. И с этой стороны трутневые. Это ничего страшного. Тут с десяток трутней, то для семьи как бы комфортабельно будет. Итак, друзья, вот это я вам показал соты, как они выбраковываются. Смотрите на солнышко. Если донышко просвечивается, значит хорошо. Если на 30%, уже ближе к тому, чтобы выбраковать. Ну, еще можете продержать. Если совсем не просвечивается, вы уже будьте готовы эту рамочку заменить, если у вас есть возможность. До встречи. До свидания.